В этом году в Белореченске прошла уже вторая всеобщая спартакиада трудящихся. Ее участники состязались в 24 видах спорта, а завершились масштабные соревнования турниром по настольному теннису. Об итогах спартакиады расскажем в рубрике «Новости спорта». В стартовавшем 17 марта спортивном марафоне приняли участие женские и мужские команды, представляющие предприятия, организации и учреждения Белореченска. Открыли спартакиаду состязания по дартсу. Участники соревнований сами выбирали в каких спортивных дисциплинах будут бороться. Среди них снова было множество индивидуальных и командных игр. Шахматы, перетягивание каната, волейбол, баскетбол и плавание. Особенно отличились спортсмены команд МЧС. Они выступили во всех 24 видах спорта. По сравнению с прошлым годом количество участников спартакиады значительно выросло. Мужских команд стало 25 вместо 16, а женских 19 вместо 11. Завершили спартакиаду трудящихся уже по традиции соревнования по настольному теннису. Третье место среди мужчин в этом виде спорта досталось команде Белореченских тепловых сетей. Второе – команде местной организации Всероссийского общества инвалидов. А победителями стали сотрудники предприятия Еврахим Белореченские минудобрения. В женском турнире третье место заслужили теннисистки местной организации Всероссийского общества инвалидов. Второе – команда теплосетей. А первое – команда Белореченского филиала Адыгейского государственного университета. В общекомандном зачете по итогам всех состязаний среди мужских команд бронзовыми призерами стали работники Краснодарского кооперативного техникума. Серебро завоевала команда Белореченского комплексного центра реабилитации инвалидов, а золото, как и в прошлом году, взяли Белореченские тепловые сети. Среди женских команд бронзу завоевала команда Белореченского комплексного центра реабилитации инвалидов, а команда Белореченских тепловых сетей взяла серебро, уступив прошлогоднее лидерство команде Краснодарского кооперативного техникума, игроки которой и стали золотыми призерами. Илья Никитенко, Сергей Чернецов, Новости спорта.